Сиптэтернл, да, великолепный, я прям, блин, супер вообще, прям, ммм, хе-хей, Саша Челсенька, мы хотели уже распадаться, но Иван склеил, склеил, да, 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 еще чуть-чуть поиграем, блядь, 15, ну да, я что-то вообще прям, меня прям вообще, это у меня запредельно. Творческое объединение Clanness Music Group. Основное направление CMG это обучение музыке. Здесь вы можете выбрать такие направления, как чистый вокал, экстрим вокал, также ведется наборно-гитарное и бас-гитарное отделение. Недавно мы запустили свой YouTube-канал, где регулярно выходят новости музыки, лайфхаки, озвучка зарубежных мастеров и кавера. В нашем паблике вы найдете всю нужную информацию относительно занятий, новости музыки и многое другое. Все ссылки в описании, подписывайтесь, впереди много интересного. Да, и следующая группа, сейчас я буквально вот пока ехал сюда, написал тоже в Инстаграме о том, что мы будем с вами общаться, и у вас когда-то тоже были дудки, и мне написал Саша Челси, типа, спроси про Плашфиш, я не знаю, вы можете что-то про Плашфиш сказать? Это Панк Рокшу, здесь себя гордил, хочешь, прыгай со сцены, хочешь, на нее ты... Уж не группа ли из Иваново? Да нет, она из Москвы. Нет, она из Москвы, Саша Челси такой смешной такой татуированный чувак, у которого постоянно веселая физиономия, он там везде такой, э-э-э-эй, Саша Челси, который такой там прыгает, там голеньким выступает. Прыгает там, прыгает у него в тельце там в шашечках, ну такой прям СКА человек, который вносит солнце Калифорнии в наши безрадостные зимние пейзажи, вот так вот, светит как солнце Калифорнии. Окей. Что я могу сказать? Саша, от лица коллектива 7 штук баксов, желаем тебе здоровья, хорошей бодрости, свети как можно дольше, потому что таких людей мало, как ты именно, которые вот такие вот просто уж мега прям солнечные. Ну, и значит так, ты нужен, и продвижение вперед, вперед и только вперед. Вот, такую музыку мы уже как бы и не слушаем, и не знаю даже, что сказать, как-то другой какой-то крен. Вот, но светлые, позитивные люди, которые заставляют людей улыбаться, это всегда хорошо, это прямо замечательно. Прямо менее, духовые тоже имели место в вашей истории. Ну, они иногда тоже до сих пор имеют место на наших акустических концертах, мы тоже применяем их, но саксофон нам до сих пор близок. Ну, старые песни-то мы же в любом случае исполняем когда-то, в последнее время, то есть меньше, но раз в год мы играем новогодний такой концерт у нас есть в нашем родном городе, там сигнал с саксофоном проходит. Ну, и акустики, да, на акустиках тоже саксофон присутствует, уже старые песни играем. Хорошо, и также в инстаграме отписался, просто передавал вам привет, Саша Капс из группы Рошамбо, привет вам от Рошамбо, и может что-то про Рошамбо заодно скажете. Хорошие чуваки, тоже наши товарищи. Как-то мы играли, они у нас играли, первое наше знакомство произошло на концерте План Б, когда был наш ДР, вот они играли и познакомились с нами тогда, с тех пор мы вот, ну, так общаемся, дружим, я не знаю. Это все часть мы, часть их истории, они часть нашей истории, и слава богу, что это все было, и то, что это происходит в каких-то моментах. Они вроде не распались еще один игрок. Да, они сейчас снова репетируют. Вот, это хорошо, прекрасно, удачи им, ждем новый материал. Творчество всегда хорошо. Конечно, определенные, ну, то есть, нас тоже воспринимают как заложники какого-то определенного там жанра, там, или рамок, и все коллективы той поры также воспринимают. Вот, но всем желаю найти какой-то все равно путь вперед, не быть зажатыми именно в каких-то своих стереотипах, находить для себя какие-то... Мы бы распались бы уже в году 2004, еще до моего прихода, когда рэп-кор перестал быть на волне. Нет, точнее, мы хотели уже распадаться, но Иван склеил, склеил, да, да, да. Еще чуть-чуть поиграем, блядь, 15. Ну, да. Ну, давайте попробуем сегодня закончить группой, которая тоже меняла свой стиль, которая тоже, наверное, можно сказать, что не заложники стереотипов, не боятся что-то делать постоянно. Ну, отлично, от того, что было до этого. Британская группа Bring Me the Horizon. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, здорово то, что, да, они мне никогда не были близки вам в моментах вот этого там... Дэдкора. Дэдкора, да, вообще, ну, как бы вот, Ваня, наоборот, я что-то вообще прям... У меня прям вообще, это у меня запредельно. Про это как раз крик ради крика была написана песня, наверное, так сказать. Да, про это. И потом, по истечении времени, когда уже вот пошли их там, соответственно, вот эти вот выступления там со струнными оркестрами, в Shadow Moses и все прочие дела. Сиптетернл. Сиптетернл, да, великолепный. Я прям, блин, супер вообще, прям, ммм, великолепный. Вот в этом случае прям вот они молодцы, то, что они печали себя, что вот у них там потрясающий этот клавишник, который там такой там вообще... Парни, давайте, что-то полегче играть. Да, 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 да. Я не могу вот это вот все вот это вот вошло. Как мессия. Парни, давайте, давайте сейчас я вам сыграю все, и вы скажете круто. Смотри, как классно. Да, смотри, как классно. Мажор. Пау. Ну, то есть, все произошло, и бринги молодцы. Да, молодцы, молодцы. Не знаю, но как бы будут ли они интересны, когда дальше. Ну, они двигаются тоже в течение времени. Придумают тоже формат там более какой-то... Может, придумают. Тут такая интересная тема, когда ты встаешь вот на такую путь, да, там с электронщиной и со всеми прочими, очень большие возможности открываются. То есть, ты можешь немножко и туда уйти, и опять туда уйти. То есть, вот так вот, как пароходик такой, как кораблик. Вум, вум, вум. Больше этого добавлять, больше этого добавлять. На самом деле, я там в юности ненавидел клавиши и считал вообще, ну, там, в своем там отрочестве, что команду, у которой есть синтезатор, там, это все, это западло. Ну, рок должен звучать так, что он прямо вообще без всего. А сейчас я вообще себе не представляю какого-либо коллектива без каких-то либо вот таких вот, ну, подкладов и всего прочего, потому что это делает музыку разнообразнее. Ну, и мы в такое просто время живем, что невозможно этим не воспользоваться. Ну, если никакой, конечно, артовый там или какой-то там упертый фолк там или еще что-нибудь, фолкер там, которому там надо как-то держать. Да и то, мне кажется, все уже сейчас грешат всякими подкладиками атмосферными и всеми прочими. Это же как часть шоу, часть театрального действия. И не надо забывать то, что мы все все равно являемся какой-то частью именно такого определенного театра. Не только музыкантами, но и артистами. Да, именно так. Артистами в полном смысле слова. И чем ты больше это все дело украшаешь, тем даже как бы и тебе-то это становится вот лучше. Вот, и интереснее. И интереснее, да. И все хорошо. Вот. И все в огне. Я рад, что мы достаточно долго и достаточно развернуто побеседовали обо всем. Может быть, просто по какой-нибудь группе посоветуйте. Ну, я так понял, что вы бы посоветовали сейчас оба Громыку, но кроме них кого-нибудь. Таким ужасно отзвать. Я всегда был один в этом правострелы, но никто не бывает один, даже если он... А че-таки уже была уже? А такие ужасы что, надо? Не было. Надо, да, я думаю. Ужас надо вот вообще. Вот я просто хотел... Я думал, что еще будет вопрос задан на то, что кого вот так вот прям это... Ну, вот, я прям вот реально читаю такие ужасы и Евгений Федорову прям своим духовным учителем. И это прям очень много для меня вот как раз этот коллектив сделал. С альбома «Вирус» или «Стреляли» там тоже самое. Это прям очень, ну, такой четкий стержень заложило в моем творчестве. Именно как бы там, ну, как бы стихотворно. И вот в прошлом, то есть в моем таком мировоззрении. И до сих пор вот, то есть там и у них Костик Кот тоже начал играть. То есть там Федоров собрался в такой коллектив. Вот там с новыми молодыми ребятами. Они сейчас же не Текилл Джаз, да? Они Текилл, да, они... То есть, ну, у них Зорги и Текила. И сейчас они Текилл и ездят. Я был на их концерте, вот на презентацию. У них альбом вышел акустический вот в Нижнем. Там Алякринский, самый знаменитый звукорежиссер, прям питерский, там им рулил звук. Это было просто нечто невероятное. Нечто невероятное. Это было просто очень круто. Они признавали такую трип-хоповую пластинку, ну, полуакустическую. И потом задали такого хорошего, своего бодрого, такого ракешника. Конечно, в зале так было много всяких таких этих веселых мужичков толстеньких. Майка Халиса, там, все прочее. Ну, потому что все-таки его тоже считают... Ну, как бы коллектив такой старый. Им 25 лет будет в этом году. Вот. Но я прям с удовольствием вообще и до сих пор слушаю это, конечно. Я считаю, что для настоящих, да, то есть таких текстов, особенно важных в нашем российском пространстве, потому что мне кажется, что ни в одной стране, сколько много текстов, они не уделяют внимания, ну, то есть ни в одном творчестве. Поэтому все-таки надо... Поэтому, поэтому надо на кого-то равняться, ориентироваться, да, в своих вот этих вот вещах. И вот он тоже является одним из моих внутренних цензоров, Федоров. Вот, поэтому интересно, как он на разные команды там реагирует. Не то, что там на нас обязательно, еще что-то в этом роде. Хотя мы также выбрали и как бы их в своем творчестве цитировали, да, вот у нас есть песня «Империя должна умереть» и песня там с... С боем в город Рим, да, «Бей барабан». Потому что это тоже одна из таких. Да, а ты, Ваня, кого-нибудь посоветуешь? Нуки и слот. У нас была уже у нас «Жилуки». Давайте еще кого-нибудь посоветуем. Слот сделаем, я думаю, как-нибудь. Как-нибудь. Так слот тогда. Кого-нибудь, кроме Нуки и слота. Слот будет, да, Нуки была. Блин, я бы Скотч, конечно, посоветовал. А я бы с Мальтой. До них не доберешься. С Мальтой еще там существует, не существует. Я помню эту группу, да. Да, она недавно давала концерт в Нижнем Новгороде. Они там собрались такие. Они тоже, да, эти ваши земляки? Да, они земляки, земляки. Причем, причем вокалист, земляк Даши, то есть он тоже из города Арзамаса, а все остальные наши уже там вот из этой, в Нижегородце. Поэтому если их можно откопать, то есть они периодически дают концерт. Интересно было о них там что-нибудь. Я в Москве раньше ходил на их концертики. Такие они, я там не попал на их концерты, но говорят был так это, ностальгично и весело. Да, я матерый уже такой тоже как. Stone Temple Pilots такие, задавали там гранжуху. Так что вот. Ну посоветуй кого-нибудь что-то. Ну кого еще посоветовать, как ты думаешь? Кто там у нас есть еще? Что ты угонял в последнее время в своем аудиоплеере? Я ничего не слушаю, вот в чем дело. Мне стараюсь сейчас, когда очень много творчества, происходит, когда надо в стране что-то писать и стараюсь вообще никого не слушать. И поэтому последним, кого я слушал, Арошамба, кстати. А Арошамба у вас было? Не раз. А, не раз уже? Блин, да как же так-то. Оригами распались, да? Кто же делали, кстати, эту рубрику? Успели до их распада. Говорю, сейчас группа вот таким-то осталась уже прям, ну, прям по пальцам перечетырянут. JNR у нас еще не было. Точнее, у нас было с ними просто интервью, а вот рубрику мы с ними не делали. Кстати, да, вполне хорош. JNR отличный вариант. Да. Все, спасибо. Спасибо. Хорошо вам выступить. Спасибо большое. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok